Доброго времени суток! Старт сервера IfNear начался с банов. Одновременно множество игроков стало заходить в игру и забирать подарки. Система, конечно же, отреагировала автоматически, рассылая баны всем желающим и не очень. Но баны аккаунта вскоре были сняты. Именно по таким причинам все-таки не следует заходить на новый сервер в первые часы. Кстати, если хотите получить подарки и плюшки, пройдите по ссылке в описании. Это именная партнерская реферальная ссылка на промо-страницу. Вам подарки и мне немного отсыпят. Часто задают вопрос, какую расу выбрать, и правда ли, что гномы и варбороны самые быстрые в прокачке. Расу выбирать можно любую. Раньше действительно была проблема с разницей в опыте по сюжетным квестам для старых рас. Но потом это изменили и насыпали опыта всем. Вся разница сейчас состоит в том, что до 30 уровня у гномов надо пройтись по двум локациям, у варборонов по одной локации, а другие расы бегают по всему материку. И вся эта разница идет только до 30 уровня. После 30 все расы проходят одни общие квесты по одним и тем же локациям. До 30 уровня персонаж раскачивается буквально за часа два, если особо не торопиться. Поэтому если вам нравятся котики, выбирайте котиков. Нравятся перекачанных и тоняшки барборны, выбирайте их. На этом вся разница и заканчивается. Есть конечно расовые скиллы, но работают они раз в полчаса и по сути бесполезны. У хорнийцев мне нравится откат путевых заметок и увеличение урона с пушек. А у котиков есть кошачьи лапки, позволяющие не получить урон при падении, которые правда легко заменяются тем же отскоком. Хорошо, вы выбрали себе персонажа, зашли на сервер. Сразу в инвентаре лежат подарки. В магазине во вкладке события один раз в день можно забрать коробку с расходкой. Открыв подарочную коробку, время перемен, сразу получаете циркового медведя со сбруей, коржики, руну на автолут и фамильяра искру. Коржиками немного подкачиваете медведя, чтобы надеть сбрую, вызываете искру и надеваете руну автолута. И вперед делают сюжетные квесты. В нижнем левом углу тикает таймер с подарком. Через час онлайна вы сможете забрать коробку с расходкой. Ездовой медведь такое себе животное, медленный, мало полезных скиллов, но для старта сойдет. Тем более он входит в коллекцию ездовых питомцев. Сделаете потом питомца себе получше, медведя уберете в сундук. На этом вся его польза. Искра также бесполезна. Единственное дает инвиз на 5 секунд, который может быть полезен, например, отагриться. Пока вы не сделаете Мистериона или Гаспера. Это ваш носитель автолута. Прокачав 10 уровень, открываете коробку время перемен. Получаем подарки и временную бижутерию. Кстати, в этом наборе уже выдают белоснежную лисицу. Временную. Она в разу лучше медведя, имеет несколько ускорений и выглядит неплохо. На сервере Ифнир доступны 4 боевых пропуска. Пропуск Мороз и Солнца, где финальная награда глайдер Ледяной узор. Обзор на глайдер я делала. При взлете он уходит в инвиз. Может быть удобно, как при атагре или в пвп выйти из таргета противника. Новый боевой пропуск Ладыка Небес. Главная награда – черный глайдер Орел. Имеет скилл подбрасывания противника. Этим глайдером обычно ломают ноги в пвп и добивают противника. Данный глайдер не входит в коллекцию. Боевой пропуск главный герой. Очень длительный по прохождению. Финальный глайдер имеет скилл телепорта назад. Тоже полезен в пвп, когда надо выйти из стяжки и переместиться назад, разорвать дистанцию. Боевой пропуск Анимагия полностью посвящен сферам анимага. Все пропуски, кроме Владыки Небес, бессрочные. Владыку Небес можно выполнить до сентября. Я бы рекомендовала выполнить все эти пропуски, так как имеющиеся там награды на старте крайне полезны и востребованы. Стоит понимать, что в неделю делается примерно 7 уровней пропусков. Поэтому самый короткий по сроку выполнения будет Анимагия. А вот все остальные займут по несколько месяцев. В связи с этим обратите внимание на Владыку Небес, чтобы успеть выполнить и его. Краткая информация по боевому пропуску, как его выполнять. Открываете боевой пропуск, далее в списке пропусков выбираете тот, который хотите выполнить. Потом нажимаем активировать, после этого станут доступны награды не премиальной части, это первый столбик слева. Чтобы забирать награды премиальной части, надо сперва купить билет боевого пропуска, потом его использовать. Открывается последнее премиум задание. С ним бывают, кстати, баги. Если не открывается последнее задание, сделайте релок и откройте его заново. Если вы начали выполнять задание, написано, например, убийство 800 мобов, убиваете мобов, но счет не меняется. Увы, надо сменить задание через смену испытания. Это уже печально известный игрокам старый баг с момента появления пропусков. Вы можете выполнять задание пропуска и в любой момент активировать премиум билет. И сможете забрать все премиум награды. Но до того момента, пока не закроете пропуск, забрав последнюю награду. То есть вы можете делать пропуск без премиум билета, хоть до последнего уровня, не забирая финальную награду. Активируйте премиум и забирайте все премиум награды. Такое тоже возможно. Смотрим теперь донат магазин. То, чего мне всегда становится грустно. Набор прославленных героев за 1200 рублей. Две Сиоли, что равно 700 рублей. Рубиновый эликсир – это опыт для боевого пропуска. Ирамийская гадальная руна и сфера анимага. В принципе, набор стоит своих денег, не обязательный к покупке. Коробка с рубиновым эликсиром за 700 рублей. Я не особо вижу смысла в покупке рубиновых эликсиров. Времени для выполнения боевого пропуска выдается сильно с запасом. Если не пропускать недели и выполнять все задания вовремя, если вы торопитесь и хотите выполнить все пропуска как можно быстрее, немного в этом эликсиры помогут. Набор с нижним бельем Марианхольдские тайны. На выбор нижнее белье и 50 кристаллов на прокачку. Белье в любом случае придется покупать. Стоит оно 600 рублей. Я не считаю, что 50 кристаллов должны стоить оставшиеся 600 рублей. Тем более, что этими 50 кристаллами вы не прокачаете полностью белье. Только неплохо начнете его. Покупать или нет, смотрите на свой кошелек, не обязательный к покупке. Набор Бравого Война. Это просто расходка. Причем совсем немного. Для ПВП 5 банок будет мало. Набор преуспевающего рыбака. Здесь костюм рыбака. Баркас, счастливый кит с оборудкой. Сам по себе баркас выглядит симпатично, но некоторые его ячейки неудобно использовать. Если вы планируете зарабатывать рыбалкой в принципе, можно выполнить задание на временный баркас. 30-дневного баркаса на первое время хватит. Набор заядлого рыбака то же самое, что в наборе ранее, только без баркаса. Маленький набор поселенца. 10 кирок и 200 векселей за 400 рублей. Я бы ни за что не купила. Лучше взять боевой пропуск, выполнить награды, получить там кирки и остальные награды. Если что, 200 земельных векселей можно купить за 85 рублей. Переходим в раздел набора. Набор дома владельца. Неплохой стартовый набор. Здесь спецпроект дома с соломенной крышей. Этот дом вы устанавливаете сразу готовый. Его не надо строить. В наборе есть 50 векселей, которые нужны будут для остановки дома. Сиоль на 30 дней. Кстати, сиольная лошадь очень даже неплоха на старте. И быстрый ослик. Этот ослик лучше тех, что выдают по квесту на пугало. Сам по себе набор действительно неплох и рекомендую к покупке. Сама по себе Сиоль стоит 350 рублей. В наборе за 400 рублей вы получаете и Сиоль, и готовый дом, и нормального ослика. Набор фабриканта. В наборе фабричный станок. Это один станок, на котором доступен фактически весь крафт. Не требуется устанавливать множество станков в одном доме. Все заменяет один фабричный станок. Набор дизайнера интерьера. Если хотите чем-то украсить дом, чисто для этих целей. Набор процветающего фермера. Не скажу, что прямо необходимо или нужно. Эту же почтовую сову можно будет купить потом на аукционе. А вот набор заядлого путешественника чуть поинтереснее. Этот набор чисто на первое время. Сундук на 100 ячеек, переносной склад, 100 камней странствий и 3 дополнительные сумки для расширения инвентаря или склада. Во вкладке испытаний продаются боевые пропуска. Для каждого боевого пропуска требуется свой премиум билет. Какой именно читайте в самом пропуске. Ремесленный сертификат. Это ежедневный квест на сферы анимага. Тратите очки работы, получаете 2 сундука со сферами анимага. Открываете сундуки и получаете от 10 сфер анимага. Охотничьи лицензии это ежедневные квесты на убийство мобов, награду эссенции и свитки пробуждения. Все эти квесты надо покупать ежедневно. Честно, я ими не пользуюсь. Еще обращу внимание на раздел костюмы. В разном продаются костюмы и коробки с бельем. Это то, что все равно придется покупать. Или за рубли, или за кристаллы. В трансфигурации не сами костюмы. У них нет статов. Это только внешки. На этом в принципе все. Проходите испытания, раскачивайте персонажа, получайте награды. И задавайте свои вопросы. Спасибо за внимание и до новых встреч!